Всем привет! Читаю ваши комментарии и получаю удовольствие от коммуникации. Вы все правильно заметили. Другое дело, как все это уже сейчас и чуть позже применять на практике. Итак, перейдем к нашей практической теме, которую я считаю пока мало обсуждают. Когда речь шла о Хантере Байдене и Буризме, о Злачевском, о Нищенко, Януковиче и Порошенко, все почему-то слабо реагировали и рефлексировали. А такие продажные болтуны, как Лещенко, максимально замыливали тему, переводя ее в другое русло. Я же сразу начал с того, что раскрыл тему Буризмы всего подлога, который нам устроили западные партнеры. Конечно, виноваты мы сами. Это мы им позволили сделать. А если быть точнее, те руководители, которые запустили воров в страну. Итак, я коротко напомню вам суть сделки по Буризме. А вы не поленитесь и найдите видео на моем канале. И посмотрите. Также надо четко понимать, что операция Буризма, как и операция Остблицкрик Второй мировой войны, Они создавались для того, чтобы завладеть недрами, землей и установить тотальный контроль за послушным правительством. С целью ограбления и подчинения. Суть проекта заключалась в следующем. Собрать группу послушных и перевязанных между собой пособников и коллаборантов. В правительстве. Выписать все недра и запасы страны, а также объекты промышленного производства. Перевести все акции и вывести в западные фонды. Через лицензирование западной компании. Поделить между руководством акции и доли. С целью получения пожизненной прибыли. Поставить в свой менеджмент наблюдательные советы для повседневного контроля и ухудшения ситуации. Чем хуже ситуация в стране, тем чуть-чуть люди реагируют на деньги. Сегодня ты рад 100 долларам, а завтра и 10 будешь рад, потому что хватит на хлеб голодному ребенку. Когда доведут до одного, можно сказать, что дело сделано. Поскольку страной руководит свой, конституционно выбранный, то показывать пальцем на западников вроде как и не получается. Но мы-то знаем, что на самом деле происходит. Так вся эта система работала много лет в Украине. Кормила всю эту чиновничью рать и позволяла содержать телеканалы, строить дома и жить за границей. Но недолго музыка играла. Теперь ситуация изменилась. Точнее, крен пошел не по плану. Страна находится в ситуации, в которой довольно сложно извлекать планируемую добычу. Да, где-то к чему-то доступ есть, но в целом ситуация непростая. Так же свои коррективы внесла и пандемия. Тут еще и Зеленский подоспел. И многие держатели рычагов буризмы попросту ушли. Потеряли власть. Например, Аваков и Порошенко. Что ж, была бы такая же ситуация в Украине, как несколько лет назад, так и не было бы и Казахстана. Но пришлось сначала уходить из Афганистана. Теперь США на растяжке. Доходы из Казахстана, естественно, они исчерпываются. Невозможно дальше воровать то, что контролирует ОДКБ. Так как же быть? Это уже не наше дело. У Байдена куча вопросов, которые ему нужно спешно решить. И Путин это прекрасно понимает. Когда в команде Байдена нет единого решения и единого мнения, создать работающую конструкцию очень сложно. Что же мы имеем? По сути, закончилась эпоха буризмы в Украине. Также резко прервалась эпоха буризмы в Казахстане. А впереди выборы в Сенат США. И получается, что за время своей каденции на счету Байдена одни политические провалы. Путин и Лукашенко, они прекрасно понимают, как на обломках ситуации выстроить собственную схему. Ну и также они прекрасно понимают, что единственное, что схеме пока мешает, это ярко засвеченные пособники. И вот вы спросите, хорошо, а чего же их не уберут или чего же не устранят? А я вам отвечу, пособники и пьявки на теле Украины и Казахстана, а также России и Белоруссии. Это защита от санкций США. Как это удивительно, спросите вы. А так, пока здесь есть пособники в наблюдательных советах, то санкции типа отмены свифта введены не будут. Ввели отмену свифта, и как они будут выводить деньги-то? Поэтому пока США хотят качать и грабить, свифт будет работать. Как только они поймут, ситуация критична, воровать нечего, тогда можно ждать отмену свифта. Теперь у меня к вам вопрос. Кто первым отменит свифт? США или Путин, ликвидируя перед этим контроль наблюдательных советов над промышленностью бывшего СССР? Что ж, история имеет свою цикличность. Блицкриг, буризма, что-то есть в этом похожее, не находите? С вами, как всегда, ваш Жваня, Давид. Субтитры создавал DimaTorzok